Уважаемые дамы и господа, представляем вам бой по правилам ММА в полусреднем весе до 77,1 кг. Формула боя, два раунда по пять минут. Встречайте в синий угол десятиугольника боец из города Тюмень, Рошад Галайчев. А у нас следующий бой программы и снова полусредний вес. Весовая категория до 77,1 кг и первым появится в клетке, в десятиугольнике, Рошад Галайчев. Рошад представляет Тюмень, Западная Сибирь. Вот он на ваших экранах. Движется в клетку. В общем-то хороший турнир для профессионального дебюта. Доктор смазывает лицо Рошада Галайчева и Рошад уже готов оказаться в клетке. Осмотрел рефери Ян Воробник из Чехии. Рошада и, да, Галайчев в клетке и ждем выхода его соперника. В красный угол клетки встречает у вас соперника из города Березовский. Валентин Мосякин! Ну а теперь Валентин Мосякин, представляющий город Березовский, Свердловская область, Уральский федеральный округ, Российская федерация, планета Земля, Солнечная система. Профессиональный дебют, как я уже говорил, у Валентина Мосягина. Вот видно в хорошем настроении. Встретил кто-то из знакомых даже по дороге к клетке Валентин Мосягин. В равных условиях он со своим соперником в том плане, что и тот, и другой являются дебютантами. По профессионалам. Вот хотелось бы еще сказать касательно весовой категории до 77 килограммов 100 граммов полусреднего веса. В дальнейшем RCC планирует разыграть пояс по... пояс чемпиона своего промоушена в этой весовой категории. Ну в принципе это нормально, когда промоушены разыгрывают чемпионские пояса во всех весовых категориях, которые у них представлены. Вот мы видим, мы обматывают перчатки красным скотчем Валентину Мосягину. Процесс контролирует рефери боя Ян Воробник из Чехии. Осмотр бойца рефери традиционный. Ну что ж, вроде бы все в порядке, все хорошо, и сейчас Валентин Мосягин окажется в клетке. Уважаемые дамы и господа, представляем вам участника фоединка в синем углу, воец из города Тюмень. Ему 21 год, рост 183 сантиметра, вес на взвешивание 77 килограмм 300 грамм. Профессиональный дебют Валентин Мосягин. Ну вот есть группа поддержки у Валентина Мосягина. По аплодисментам вы, дорогие друзья, это слышите. Бойцы на середину. Поединок берем корректно, а затылку по смене не бьем. Соседку за экипировку не хватается. Слушаем команду, рефери пожали руки. По углам, удачи. Боковой готов? Бойцы готовы? Бойцы готовы? Подняли руки. Первый раунд. Бой! Ну что ж, у нас первый раунд. Перчатки с красным скотчем Валентин Мосягин. Перчатки с синим Рошад Галайчиев. Метр восемьдесят на три сантиметра ниже Валентин, но старше. Ему тридцать лет. Начинает традиционно. В стойке хороший хай-кик, какой запустил сейчас Рошад Галайчиев. И вертушка отвечает лоу-киком. Валентин Мосягин и отвечает еще и хай-киком. Зарядились бойцы. Колено и бросок. Сверху находится Валентин Мосягин. Очень резво начали. Очень резво начали бойцы. Контролирует ситуацию Мосягин. Там была попытка, видимо, придушить. Но не дает он Рошаду Галайчиеву встать. Держится за позицию в халф-маунте. Ну или в халф-гарде находится Мосягин. И сейчас будет душить. И заходит в маунт. Нет, все-таки не заходит в маунт. Но очень близок к тому, чтобы зайти в маунт. Валентин Мосягин всем телом, всем весом всего тела он сейчас давит на Галайчиева. А вот теперь в маунте. А вот теперь Мосягин в маунте. И традиционная работа. А здесь отдает спину Галайчиев. И здесь есть вариант. И здесь можно попытаться придушить сзади соперника. Вот не может пока снять руки с шеи Рошад Галайчиев. Одной рукой работает Мосягин. Но здесь можно попытаться уже застегнуть. Вот он смещает атаку. И начинает разбивать соперника. Но несмотря на это удается. Освободится Рошаду Галайчиев. Он у него разбит нос. Поединок остановлен. Приглашается доктор в ринг. И разрешает врач продолжить бой. Подняй руки. Итак, бой продолжается. Рошад Галайчиев. Валентин Мосягин. Жесткий лоу от Валентина Мосягина. И смотрите. Хороший такой, но короткий размен. Но здесь нужно рисковать. И еще один хороший жесткий лоу от Мосягина. Галайчиеву нужно рисковать. Попытка перевести соперника в партер. Ну, удастся ли защититься от этой попытки Валентину Мосягину? Нужно ему расцепить захват с шеи. Тем не менее, бросок удается. Тейкдаун состоялся. Сверху Рошад Галайчиев. Мосягин, естественно, старается связать соперника. Не дать тому работать. Сверху. Две минуты с небольшим до конца первого раунда. Вот мы видим, не пытается пока Валентин Мосягин встать. Прекрасно понимает, что при подъеме может пропустить очень тяжелый удар. Корпус, голова. Сверху работает Рошад Галайчиев. Подключает локти. Очень неприятный момент, конечно, для Мосягина. Ну, Рошаду нужно бить, нужно бить, потому что первую половину раунда, скорее всего, он все же проиграл. И сейчас... А вот сейчас есть шанс уже у Рошада Галайчиева провести удушающий прием. Были шансы у Мосягина. Все! Сдача вот так вот. Это и смешанное единоборство, дорогие друзья. Здесь бывает и не такое. Казалось бы, контролировал ситуацию Мосягин. Но вот где-то ослабил внимание и Рошад Галайчиев, в общем-то, вытащил достаточно неприятный, точнее, достаточно тяжелый для себя поединок. Побывал в неприятной ситуации. Тем не менее. Вот так вот. Рошад Галайчиев победитель этого поединка. Поздравляем его. Конечно же, уважение Валентину Мосягину. И вот сейчас, смотрите, кто поздравляет Рошада Галайчиева, это Магомед Курбанов. Известный, ну, я думаю, что уже известный российский боксер-профессионал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова